Субботний вечер, я Илья Рыбин и это программа МИР на телеканале 24КЗ. Здравствуйте! По традиции подведем итоги наиболее интересных событий недели за рубежом и вначале коротко о главном. На грани фола. Как неосторожные высказывания могут повлиять на архитектуру глобальной безопасности? В двух океанах стартовали масштабные военно-морские учения. Затяжной паузе быть. Оправдаются ли прогнозы политиков относительно гуманитарной передышки на Ближнем Востоке? Неучтенный фактор. Как технологии искусственного интеллекта могут повлиять на исход предстоящих выборов Великобритании? 6G и гибридная реальность, каким представляет будущее человечество участники Всемирного конгресса мобильных технологий в Барселоне. И сегодня начнем с вопросов глобальной безопасности. На неделе прозвучало сразу несколько резонансных заявлений из уст лидеров мирового сообщества и влиятельных политиков, которые самым наглядным образом продемонстрировали, насколько хрупок мир, в котором мы живем. От допуска теоретической вероятности присоединения в будущем к украинскому конфликту военнослужащих западных стран до целесообразности разработки общеевропейской системы ядерного сдерживания. Несмотря на то, что подавляющее большинство глав государств и правительств этих государств, включая и генсека НАТО Столтенберга, назвали подобные сценарии не просто контрпродуктивными, но и невозможными, такие заявления все же звучат. Причем исключительно в одиночном формате. Всем остальным приходится оперативно реагировать, чтобы четко обозначить позицию своей страны. О коллективных решениях добиваться с каждым днем становится все сложнее. Об этом на днях в Женеве говорил и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в рамках очередной сессии по правам человека. По его словам, отсутствие единства в Совете Безопасности ООН по вопросам, касающихся текущих вооруженных конфликтов, подрывает его авторитет. Сейчас Совбез часто попадает в тупик и не может принимать решения по важным вопросам мира и безопасности. Генсек отметил, что Совету необходима серьезная, комплексная и безотлагательная реформа. Преобразования назрели и в Североатлантическом альянсе, особенно в свете резонансного заявления Дональда Трампа относительно соразмерности и пропорциональности финансирования НАТО. Это стало поводом для членов ЕС задуматься относительно целесообразности разработки исключительно европейской системы безопасности. Опять же, только в теории. А на практике альянс не только не сдает позиций, а напротив, крепнет и расширяет ряды. На финишную прямую вышла Швеция после одобрения ее заявки Венгрией. Теперь структура будет объединять 32 государства, соизмеримо количеству зубов в ослепительной голливудской улыбке. Как известно, улыбка может быть дружелюбной, обманчивой, а порой напоминать и о скал, как любили говорить в отношении ракетного вооружения друг друга противники времен Холодной войны. Но сейчас реалии другие, причем часто меняющиеся, и к столь стремительным поворотам нужно быть готовыми каждую минуту. А ситуация с глобальной безопасностью у Жанна Хусаинова. В марте исполнится четверть века, как НАТО присоединилась Чехия, Венгрия и Польша. Три года спустя ряды Альянса пополнили еще семь стран Центральной и Восточной Европы. В прошлом году Финляндия, теперь на финишную прямую вышла Швеция и станет 32-м членом военно-оборонного блока. Ее тернистый путь в НАТО подошел к концу. Парламент Венгрии вслед за Турцией ратифицировал заявку Стокгольма после почти двухлетнего ожидания. Напомню, королевство решило отказаться от нейтрального статуса в мае 2022 года вместе с Финляндией. Выступая после голосования в Будапеште, премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон назвал этот день историческим. Швеция оставляет позади 200 лет нейтралитета и военного неприсоединения. Это большой шаг, к которому следует отнестись серьезно. Мы защищаем нашу свободу, нашу демократию и наши ценности вместе с другими. Мы надеемся на очень успешное сотрудничество. Круг расширился, а теперь на повестке другой вопрос. Кто возглавит структуру после покидающего пост Йенса Столтенберга? Многие представители стран-членов Североатлантического альянса уже высказались за назначение нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, назвав его довольно взвешенным выбором. За него США, Великобритания, Франция и Германия. Но это еще не факт. Многие в Восточной Европе видят на посту генсека президента Румынии. Кто бы ни возглавил альянс, ему придется нелегко, учитывая недавнюю реакцию на высказывание Дональда Трампа, подрывающее доверие к союзникам. Экс-президент США, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что отказался бы защищать партнеров по альянсу, если те не выполняют свои финансовые обязательства. Подобная риторика лишь провоцирует кризис доверия между членами военно-политического блока. Как вы знаете, Марк Рютто баллотируется на пост генерального секретаря НАТО. И я лично желаю ему удачи в этом начинании. Мы должны пресекать любые проявления агрессии. Единственный способ сделать это – сплотиться с нашими партнерами и союзниками. Несмотря на возникающие проблемы, альянс действует строго по намеченным ранее планам. В разгаре крупнейшие военные учения НАТО с участием 90 тысяч служащих. Сейчас в Средиземном море проходит морская фаза. В маневрах, которые продлятся до 8 марта, задействованы 7 подводных лодок, авиация и надводные корабли. В 2024 году союзники НАТО в Европе проинвестируют в общей сложности 380 миллиардов долларов в оборону. Тем не менее, мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Хотя нет прямой угрозы нашему альянсу. В настоящее время мы проводим крупнейшие учения за последние десятилетия, в которых принимают участие военнослужащие из всех стран-членов и Швеции. Я уверен, что НАТО останется самым сильным и успешным альянсом в истории. Параллельно в Тихом океане проходят международные военные учения «Золотая кобра», которые считаются одними из крупнейших в Юго-Восточной Азии. В маневрах принимают участие больше 10 тысяч военнослужащих США, Таиланда и еще почти 30 стран. Среди них Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур и Южная Корея. В это же время на другом континенте в Красном море с хуситами борются по нескольким фронтам. США и Великобритания не перестают наносить ракетные удары по их позициям Йемене, а страны ЕС разворачивают маневры в Красном море. Совместный флот европейских союзников выдвинулся в уязвимую акваторию, чтобы решить вопрос с забуксовавшим судоходством. Такая картина глобального взаимодействия показывает, что совместными усилиями сделать мир более безопасным можно и желательно столь слаженно действовать на опережение, а не по факту. Жанна Хусаинова для программы МИР. Возвращаясь к заявлению Гутерриша относительно возможностей Совбеза ООН оперативно принимать решения по вооруженным конфликтам, на передний план выходит дипломатия региональная. Так, по Ближневосточному противостоянию наиболее ощутимые подвижки были достигнуты в Катаре и Египте. Вот и на этой неделе оттуда пришли обнадеживающие новости. Якобы стороны, в принципе, согласовали затяжную паузу и обмен части израильских заложников на сотни палестинских заключенных. По данным президента США Джо Байдена, это может произойти уже в ближайший понедельник. Однако израильская сторона подчеркивает, что даже если это и случится, то отсрочка будет временной, и перемирие не означает отказ от наземной операции в Рафахе, где сейчас сосредоточено подавляющее большинство населения газы. В случае его штурма, чего пытаются предотвратить всем миром, безопасных мест в секторе не остается. К тому же бежать оттуда некуда, кроме как в Египет, что не устраивает в первую очередь сам Каир. Удастся ли предотвратить новый исход, в данном случае не библейский, уход из Египта, евреев, а уже палестинцев и в противоположном направлении, в материале Рейхан Сириковой. Президент США Джо Байден на встрече с журналистами в Нью-Йорке, ссылаясь на данные из надежного источника в Каттере, выразил осторожный оптимизм по поводу возможного достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе газа. Встреча в Дохе предшествовали обсуждения в Париже. По их итогам, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан накануне заявил, что представители Израиля, Египта и Каттера пришли к взаимопониманию относительно того, как именно может выглядеть формула перемирия между Израилем и Хамас. По данным Аль-Жазиры, речь идет о шестинедельном прекращении огня для обмена 40 израильских заложников на 400 палестинских заключенных. Кроме того, согласно условиям сделки, Цахал должен позволить местным жителям постепенно вернуться на север Анклава, увеличить объемы бум-помощи, а также разрешить ввоз временных убежищ и инженерного оборудования для восстановления инфраструктуры. Сама же израильская армия обороны должна передислоцироваться за пределы населенных пунктов сектора газа. Переговоры по освобождению заложников продолжаются по сей день. Так, советник по нацбезопасности встретился с Амиром Каттера, Тамимом бен Хамад Аль-Тани. Они обсуждают варианты того, как можно быстрее достичь перемирия и вернуть заложников семьи. Тем временем, боевые действия в секторе газа не сбавляют обороты. По данным Минздрава Анклава, с начала конфликта количество погибших палестинцев уже перевалило за отметку 30 тысяч. Раненые – больше 70 тысяч. Многим из тех, кто остался в живых, грозит голодная смерть. По данным агентств ООН, каждый четвертый из двухмиллионного населения Многострадального Анклава сталкивается с острой нехваткой воды и продовольствия. Нет ни еды, ни воды, ни лекарств. Раньше мы питались травой, кормом для животных. Сейчас и эти запасы закончились. Сейчас мы едим кактусы и кормим ими своих детей. За месяц я похудел на 30 килограммов. Здесь больше ничего не осталось. Запасы продуктов истощаются, а помогать населению становится некому. Две главные для региона волонтерские организации БАПОР и ВОЗ приостановили свою деятельность. На это есть свои причины. Мы были вынуждены прекратить работу в северной части сектора газа. Около 16 организаций, доноров, приостановили финансирование агентства, из-за чего мы лишились половины своего бюджета. Это 450 миллионов долларов. Наши резервы могут полностью иссякнуть в конце марта. Ситуация действительно может стать очень трудной. Два дня подряд наши колонны с гуманитарной помощью двигались на север сектора газа. Как только мы туда заехали, люди сразу же окружили грузовики, чтобы получить помощь. Но, к сожалению, некоторые из них попали под обстрел. Так как подошли близко к блокпосту, также были случаи мародерства. Люди в отчаянии. Единственное условно безопасное место в Анклаве – южный город Рафах, где сосредоточено подавляющее большинство населения газы. В том числе около полутора миллионов беженцев, перемещенных сюда с начала конфликта. Планирующаяся Цахал наземная операция для них может стать настоящей катастрофой. После выдвинутого Израилем ультиматума начать штурм города 10 марта, если к этому времени не будут освобождены все заложники, дипломаты и посредники стали предлагать сторонам возможные компромиссы с максимальной интенсивностью. И плоды их усилий обретают реальные очертания. Но премьер-министр Нетаньяху не устает подчеркивать, что возможная сделка лишь на время отсрочит операцию в Рафахе. Мы уничтожили три четверти батальона в Хамас и не можем остановиться на последней части. Никто бы не сделал этого. Никто бы не оставил четверть ИГИЛа. Тогда США завершили свою работу, и мы завершим свою. Мы гарантируем, что мирное население до этого времени покинет зону боевых действий и будет перемещено в безопасные места. В случае штурма Рафаха, чего пытаются предотвратить всем миром, безопасных мест в секторе не останется. А для населения ситуация может обернуться необратимыми последствиями. В эти дни стране хоть как-то помочь пытается соседняя Иордания. Королевские ВВС доставляют гумпомощь населению по воздуху. Грузы с продовольствием сбрасывают военно-транспортные самолеты с высоты нескольких тысяч метров. Однако на всех жителей этого не хватает. Остается лишь надеяться на успешный исход раунда переговоров стран-посредников в Катаре и Египте. Если стороны действительно подтвердят намерение о прекращении огня в следующий понедельник, то есть 4 марта, то вероятнее всего перемирие начнется в воскресенье, первый день священного для мусульман месяца Рамадан. Райхан Серикова специально для программы «Мир». Поддержание устойчивого мира в отдельном регионе зависит от четкого взаимодействия заинтересованных государств и всевозможных многонациональных структур. Когда речь идет об обеспечении безопасности крупного мероприятия, такого как Олимпиада, к примеру, вся ответственность в первую очередь ложится на национальные спецслужбы. Подготовка к летней Олимпиаде идет полным ходом. Чтобы обеспечить высокие спортивные результаты, необходимы изнурительные тренировки и не менее тщательная подготовка структур, отвечающих за безопасность. В этом отношении французские силовики отработали все до малейших деталей. Утвержден четкий план мероприятий на период проведения главного спортивного праздника 4-х летия. Однако сохранить режим секретности не удалось. Высокопоставленный чиновник парижской мэрии на неделе перевозил материалы по безопасности на Олимпиаде в поезде, а два USB-накопителя с информацией под грифом «Совершенно секретно» поместил в сумку. Ее пропажу он обнаружил лишь когда пересаживался на другую станцию. Полиция начала беспрецедентное расследование. Как известно, предстоящие летние игры будут сопровождаться одной из крупнейших операций по обеспечению безопасности за последние годы. Ежедневно в столице будут дежурить десятки тысяч полицейских при поддержке других сотрудников. Ожидается, что только церемонию открытия Олимпиады посетят около 300 тысяч человек. Это программа «Мир». Мы продолжаем и смотрите далее в выпуске. Неучтенный фактор. Как технологии искусственного интеллекта могут повлиять на исход предстоящих выборов в Великобритании? 6G и гибридная реальность. Каким представляет будущее человечество участники Всемирного конгресса мобильных технологий в Барселоне? Вопросы безопасности сегодня выходят на первый план практически в каждой сфере. В последнее время очень много говорится об обеспечении защиты выборного процесса от вмешательства извне. В 2024 по праву называют годом выборов. Свои голоса в ходе национальных кампаний по всему миру отдадут примерно 2 миллиарда человек. Более чем в 60 странах. В том числе и в Великобритании. Многим памятна первая выборная гонка Дональда Трампа, когда впервые на глобальном уровне встал вопрос о вмешательстве в выборы с помощью хакеров и компьютерных технологий. С тех пор прошло уже почти десятилетия и вызовы стали более изощренными. Так к традиционному противостоянию британских лейбористов и консерваторов присоединяется третья сила искусственный интеллект. Политики опасаются, что злоумышленники могут использовать нейросети для генерации недостоверной информации и фальсификации результатов. Насколько оправданы подобные опасения изучал голымжанка Романулы. Преступники и злоумышленники, действующие от лица враждебных государств, могут применять фейки, созданные с помощью искусственного интеллекта для манипуляции результатами общенациональных выборов, заявил министр внутренних дел. Джеймс Клеверли во время встречи с боссами Кремниевой долины сказал, что стремительное развитие технологии может представлять серьезную угрозу для выборов по всему миру. Конечно, помимо преимуществ, искусственный интеллект обладает и недостатками. Необходимо найти решение для потенциальных рисков, которые он представляет. Надеюсь, что технологические компании будут сотрудничать с британским правительством и координировать свои усилия для повышения продуктивности. По предварительным подсчетам, 2 миллиарда человек будут голосовать на национальных выборах в течение 2024 года по всему миру, в том числе в Великобритании, США и Индии. Цель высоко реалистичных искусственных изображений, аудио и видео – манипулирование демократическим процессом в стране. Мы уже вступили в эру фейков и контента, направленного на введение в заблуждение и дестабилизацию, утверждает политик. В прошлом году в сети завирусилась аудиозапись лидера оппозиционной либористской партии. В ней Кир Стармер якобы повышает голос и произносит непристойные слова в адрес коллег. Позже выяснилось, что это был фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта. Мэр Лондона тоже оказался в центре скандала, который чуть не вызвал серьезные беспорядки. В Садихан якобы отложил мероприятие по чествованию жертв Второй мировой войны из-за марша поддержки Палестины. Полиция, изучив аудиозаписи, пришла к выводу, что это не является преступлением. Специалисты утверждают, что отсутствие мер против дипфейков может представлять угрозу для демократических процессов. Компания Intel разработала технологию, которая может обнаруживать фальшивые видео, исследуя биологические особенности. Но по мере развития технологий искусственный интеллект тоже быстро совершенствуется и предлагает все более качественный контент. Особенно сложно разоблачить подлинность аудиозаписей. Я думаю, что в среднесрочной перспективе будет принят специальный закон, регулирующий эту область. Недавно ведущие технологические компании заключили добровольное соглашение о применении разумных мер предосторожности для предотвращения нестилевого использования инструментов искусственного интеллекта. Они согласились разрешить исследование своих продуктов и коллективно управлять этой областью. Мы сами обеспокоены тем, какое влияние может оказать искусственный интеллект на выборы, говорит самая популярная фигура в мире искусственного интеллекта. Я думаю, что это та область, где, как мы надеемся, вся индустрия и правительство быстро могут работать сообща. Существует множество подходов. Мы многое можем и делаем в этой области. Есть вещи, которые чат GPT отказывается генерировать. У нас есть своя политика. Также важно, чтобы у нас был свой мониторинг. Таким образом, при масштабировании мы можем обнаружить, что кто-то генерирует много фейковых новостей. Но все сходятся во мнении, что ни одна технологическая компания, правительство или организация гражданского общества не способны самостоятельно справиться с потенциально опасными применениями этой технологии. Поэтому всегда нужно сохранять способность критически мыслить, считают эксперты. До тех пор, пока мы сохраняем наши человеческие способности, нет причин опасаться искусственного интеллекта. Но если вы теряете способность различать факты от мнений, если вы безоговорочно следуете указаниям чата GPT, именно тогда вы входите в зону риска. Важно развивать критическое мышление по отношению к онлайн-материалам, так же, как к слухам и сплетням. Это предполагает обучение анализу информации, которую они находят в интернете не только детей, но также и стимулирование взрослых к такому же подходу, считают эксперты. Хаунжан Харамануло, Великобритания, Лондон, специально для программы МИР. Кто видит в технологиях искусственного интеллекта исключительно пользу, так это инженеры, программисты и электронщики, создающие уникальные умные девайсы. На этой неделе они собрались в Испанской Каталонии на Конгресс мобильных технологий в Барселоне. В этом году форум собрал более 75 тысяч участников, как представителей мировых гигантов, так и молодых стартаперов. В метавселенную, наполненную контентом будущего, погрузилась Сандугаш Байгуаныш, чтобы рассказать нашим зрителям о самых интересных разработках. Искусственный интеллект стал ключевой темой на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Больше двух тысяч производителей показали, какие технологии на базе ИИ появятся в массовом сегменте в ближайшие несколько лет. Посмотреть на футуристические разработки приехали свыше 100 тысяч гостей. Я пришел сюда, чтобы узнать, что происходит в области инноваций, поскольку я уделяю большое внимание цифровым технологиям, искусственному интеллекту и автоматизации, поэтому мне нужна информация по этим направлениям. С момента запуска генеративного искусственного интеллекта в прошлом году было много дискуссий. Я в ожидании увидеть интересные проекты на базе искусственного интеллекта. За те два часа, что мы здесь находимся, мы увидели довольно много стендов со стартапами. Здесь много новых смартфонов, операторов сотовых связей и, конечно же, искусственный интеллект, который в последние годы и месяцы является одной из актуальных тем в мире. Зоны с роботами на базе искусственного интеллекта снова оказались в числе самых посещаемых на выставке. Гости выстраивались в очередь, чтобы пообщаться с андроидами. Надолго задерживались и у стенда с умными собаками. Робопес Омека умеет двигать конечностями, подниматься по ступенькам, давать лапу и может распознавать человеческий голос. Управлять питомцем можно с помощью смартфона. Одно из самых любопытных устройств представил китайский производитель техники Хонор. Это система удаленного управления автомобилем. С программой искусственного интеллекта. Она позволяет задавать движение машины глазами. Для этого нужно настроить функцию отслеживания взгляда пользователя с помощью камеры смартфона. Экспериментальная технология может запускать или выключать мотор и управлять движением автомобиля вперед или назад. Мы разработали сценарий, по которому автомобиль дистанционно заводится, едет вперед, как будто его завезли на парковку, останавливается, затем выбирает задний код и возвращается на парковку. И все это с помощью глаз и телефона. Между тем, американские инженеры представили апгрейд версию автомобиля. Это модель летающей машины. По словам разработчиков, уже собрано два рабочих прототипа. Создатели планируют пустить его в производство уже в следующем году. Запас хода или полета составит 320 километров. Салон аэромашины вмещает до двух человек. У него 8 двигателей, электрическая силовая установка. Мы используем литиевые батареи, доступные на рынке, поэтому идея состоит в том, чтобы выйти на рынок как можно быстрее. Мы не привязаны к конкретному силовому агрегату, поэтому можем использовать, например, водород. Развертывание мобильной связи 5 и 6G также находилось в центре внимания форума. Крупные игроки техноотрасли, включая Amazon, Microsoft и NVIDIA, а также мобильные компании Ericsson и Nokia заявили о готовности сотрудничать. Они поставили задачу ускорить мобильную связь с помощью искусственного интеллекта. Производительность мобильного интернета станет мощнее. Большая пропускная способность и низкая задержка 5 и 6G могут сыграть важную роль в промышленности, что позволит вывести цифровой интеллект промышленности на новый уровень. Отличились разработками и местные производители. Испанская компания представила гаджет, который можно носить как брошь или значок. Крепится умное украшение к одежде с помощью магнита. А вместо экрана устройство проецирует визуальную информацию прямо на ладонь пользователя. Мы внедрили в устройство усовершенствованные алгоритмы искусственного интеллекта. Благодаря этому оно реагирует на голос и жесты. Вы просто нажимаете на значок, задаете вопрос, и он отвечает. Можно также слушать музыку и смотреть фильмы. И все это у вас на ладони. Помимо демонстрации новых технологий на мероприятии затронули и этические вопросы использования искусственного разума. Так, Microsoft заключил договор с парижским стартапом. В перспективе планируется создать приложения для правительств по всей Европе, которые будут удовлетворять конкретные потребности госсектора, включая контроль за нейросетью. Эта тематика сейчас актуальна в международной повестке как никогда. Эра искусственного интеллекта и гуманоидных роботов, ожидаемая в будущем, уже не за горами, отметили гости Международного конгресса. Сандугаш Байгуаныш специально для программы «Мир». И это все на сегодня. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Встретимся в следующую субботу, чтобы обсудить все самые интересные события, которые произойдут в мире в ближайшие семь дней. Всем удачи, мира и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова